Добрый день дорогие друзья! Начинаем наш ежедневный обзор рынка. Сегодня 30 января и опять же мы увидим с вами чехарду с фьючерсами. Один день они в плюсе, другой день они в минусе. Мы видели два подряд минусовых дня в пятницу и в понедельник. Мы увидели очень сильный плюсовой день во вторник, на котором по сути мы перечеркнули тот минус, который был в понедельник. И увидели такой нейтральный по сути день вчера, который даже бы наверное не был бы нейтральным, если бы не квартальный отчет Apple, который потянул вчера рынок наверх. Если бы не Apple и не высокий удельный вес акций в индексах, то индексы бы закрылись в минусе. Поэтому сейчас мы с вами находимся в такой ситуации, когда нельзя на самом деле винить один только вот этот коронавирус в том, что происходит с рынком. Поскольку, как я уже говорил, если бы не коронавирус, это бы могли быть события в Иране, это могли бы быть какие-то другие, это могли бы быть плохие квартальные отчеты. То есть рынок перекуплен и любая негативная новость может повлиять на его падение. Поэтому сейчас то, что мы видим, мы видим рынок в минусе. И я не думаю, что сегодня какая-то отдельно взятая акция сможет этот рынок из минуса вытянуть. Поскольку, по большому счету, и Apple, и Microsoft уже отрепортали. Microsoft отрепортал вчера после закрытия. И Microsoft, наверное, все-таки тянет этот рынок немножко сегодня наверх. Мы видим 3,46. Поэтому если бы не Microsoft, рынок бы был значительно в более сильном минусе. Поэтому, возможно, мы сегодня увидим, опять же, более чем 1% падения рынка. Поскольку больше, по большому счету, никаких ресурсов, чтобы вытягивать рынок в виде твитов Трампа, что, мол, закончился вирус. Если он не заканчивается, то, соответственно, в Трампу уже никто не поверит. И сегодня происходит встреча в World Health Organization, где, возможно, раз собрали вот эту встречу, значит, действительно, какие-то есть риски от этой эпидемии. Поэтому, на самом деле, ничего такого оптимистичного сейчас в рынке не происходит. Закончились практически отчеты тех компаний, системообразующих, которые влияют на рынок. Поэтому, по большому счету, сейчас у нас ситуация, на самом деле, очень тяжелая. И Федеральный Резерв, заседание которого происходило вчера, тоже, на самом деле, практически исчерпал свои ресурсы. Поскольку Федеральный Резерв сказал, что он будет поддерживать нейтральную политику, он оставил Интерстрейд неизменным. И, если мы посмотрим, то, начиная с октября месяца, Федеральный Резерв выкупал облигации и какие-то, ну, какие-то бонды, выкупал на сумму в 60 миллиардов долларов каждый месяц. И он, начиная с апреля, прекратит эту вещь и снизит свои покупки до где-то 15 миллиардов. Поэтому Федеральный Резерв исчерпывает свои ресурсы. И он не хочет называть это Quantitative Easing, хотя многие экономисты, они считают, что то, что делал Федеральный Резерв, это и, в принципе, и шагу понятно, что это был Quantitative Easing, и Федеральный Резерв наполнил экономику дешевыми деньгами, снизил требования банков на РЭПа. И, соответственно, мы видим с вами, как результат, подъем рынка, подъем акций. И сейчас, по сути, нету ничего, чтобы поддерживать вот этот, продолжение вот этого подъема. Поскольку инфляция уже поднимается к уровню 2%, Федеральный Резерв не имеет морального права, ни морального, никакого другого, снижать процентную ставку. Поэтому сейчас мы с вами можем действительно увидеть сильное падение рынка. То есть, я это падение предсказывал. И если мы с вами посмотрим на ВИКС, это индекс страха. И если мы с вами посмотрим, то есть такой 50 Cent Incognito, который покупает опционы на ВИКС. Если мы с вами посмотрим опционы на ВИКС, то мы, допустим, с вами можем увидеть, что, например, мартовские опционы, которые экспирируются 18 марта, со страйком 28, при том, что у нас сейчас ВИКС стоит 17,68, то есть имеет место продажа опционов, которые со страйком 28, или даже со страйком 25, или 28, то есть их покупают по 50 центов. То есть, этот игрок, он покупает те опционы, которые стоят 50 центов. И, соответственно, он покупает 28 колы на март. И для того, чтобы ВИКС поднялся до 28, то есть это мы должны увидеть, я думаю, приблизительно падение рынка, но как минимум на 5%. То есть, это не скидывается со счетов. И мы с вами такую альтернативу можем вполне увидеть. И наличие вот таких сделок по опционам говорит нам в пользу того, что рынок может существенно упасть. Значит, сегодня у нас вышел ряд квартальных отчетов, на которые я хочу обратить ваше внимание, в частности, на квартальный отчет Tesla, который показывает уже прибыль второй отчет подряд. Причем бьет ожидания весьма существенно. Акция была плюс 60 уже долларов, но плюс 58 тоже неплохо. Это плюс 10 процентов. И Tesla входит в группу тех компаний, уже ее можно отнести практически к Фенгу. То есть, ну, на самом деле Tesla уже своей ценой, тем, что она стала прибыльной. И то, что прибыль уже наращивается, может она явно уже вступить в клуб вот этих ТАП-компаний, которые двигают рынок, и куда инвестируют Миллениалс. И от Репортала у нас также, как уже упомянул, Microsoft, которая тоже дала прогнозуемо хороший квартальный отчет. И тоже хочу на хороший отчет обратить ваше внимание, компания LRCX. Это компания-производитель оборудования для полупроводников. Поэтому сегодня такие компании, как Teradyne, как Applied Materials могут позитивно пойти, поскольку вчера на самом деле был, видите, даже Applied Materials позитивно на это реагирует, поскольку вчерашний день был негативный для полупроводников. В целом, если мы посмотрим SOXX, то мы видим полупроводники больше порядка пяти процентов вчера падали, извиняюсь, нет, не пяти процентов, два процента, то есть упали, то есть на пять пунктов упала SOXX. То есть поэтому полупроводники были вчера слабые, в первую очередь за отчетов AMD, также компания Slab, XLNX показали плохие квартальные отчеты. То есть это говорит нам сегодняшний отчет о том, что компании, производящие оборудование, такие как Teradyne, могут пойти наверх. Вчера Teradyne упал тоже, ну, как бы, думаю, сегодня будет в плюсу, может пойти наверх также BRKS, который бы я однозначно бы покупал, наверное, сегодня. Эта компания, в принципе, одна из самых сильных в секторе оборудования и, в принципе, должна пойти. И ACMR, вот этот High Flyer, компания, которая, ну, недавно поднималась выше 50 долларов, тоже сегодня, в принципе, может пойти наверх. Значит, что касается других компаний, опять же, вот таких как LK, опять мы можем увидеть сегодня слабость в ряде китайских компаний. LK уже минус доллар сорок два, вчера было минус доллар семьдесят четыре. То есть она опять возвращается к тому своему тестовому уровню в районе 35-50, который будет тестировать. Опять же, ничего, nothing wrong с компанией. То есть просто вот, ну, такая ситуация. Сейчас, как говорится, at the wrong place, at the wrong time. Вот такая вот вещь с компанией происходит. Значит, помимо этого, мы увидим слабость сегодня в компании PayPal, которая плохо отрепорталась. Ну, скажем так, PayPal обычно всегда дает хороший квартальный отчет. Это один из немногих плохих отчетов. И не факт, что она пойдет вниз, может и оттолкнуться отсюда. Но, я думаю, слабый рынок усугубит ситуацию. Также плохой квартальный отчет дала компания Facebook, которая тоже торгуется минус шестнадцать долларов. То есть эти акции будут тянуть рынок вниз. А в остальном, в принципе, отчеты относительно неплохие. Те компании, которые комплектуют Apple, такие как Cruise и Corvo, они дали прогнозуемо хорошие отчеты, которые можно было, в принципе, увидеть вчера из учета Apple. Но что любопытно, что вчера Cruise не пошла наверх. То есть, смотрите, плюс четыре пятьдесят девять она торгуется. И, в принципе, мне кажется, что эта акция может пойти наверх, как это она сделала на двух предыдущих квартальных отчетах. И компания QRVO, это которая Apple снабжает процессорами, тоже плюс восемь долларов. И, соответственно, вот эти две акции как-то позитивные. А вот, и хочу отметить очень хороший квартальный отчет от компании MTH. Это Home Builder. Как я уже говорил, все Home Builder дают неплохие результаты. Мы видим Apple 7066, BIT 7449 offer. Я думаю, эту акцию нужно покупать на открытии. И, в принципе, сегодня также ожидается квартальный отчет от компании MDC, который тоже, скорее всего, будет хороший. И вот мы видим, что MDC, по сути, находится на своем годовом максимуме. В принципе, это все, что я хотел рассказать сегодня. Поэтому, пока мы с вами разговариваем, фьючерс уже ушли на свой дневной минимум, на премаркет минимум. Поэтому, поверьте мне, что вот то, что я говорил, вот когда я говорил, что пора продавать все позиции, я по-прежнему настаиваю на своем мнении, поскольку этим самым вы зафиксируете свои прибыли, которые вы заработали, допустим, с осени прошлого года. И, соответственно, предотвратите вот себя, вот этих потерь, которые могут действительно... Вы можете видеть, что акции действительно идут вниз, открываются в такие дни с большими гэпами вниз. И не факт, что будут возвращаться. Поэтому, вот, я рекомендую все-таки выходить из лонговых позиций и заходить вот в BR ETF, которые вам дают возможность все-таки заработать при падении рынка. Также хочу вот напомнить о выходе на IPO одной интересной компании. Компания, которая в медицине, вот телемедицина. Это компанию, которую, извиняюсь, это не то, компанию, которую выводит на рынок Morgan Stanley, по-моему, или JP Morgan. Сейчас мы посмотрим, значит, briefing.com, просто чтобы мы понимали дату выхода компании на IPO. Секундочку, подождите, пока брифинг грузится. Вот мы открываем календарь. Вот у нас IPO. И вот у нас сейчас вот выйдут те компании, которые выходят на IPO. Вот у нас, знаете, компании ON и M. Даты нету. Скорее всего, она выйдет завтра. Мы видим, что изначально компания продает 17,5 миллионов. А раньше у нас была такая специальная табличка, где мы видели revised price. То есть сейчас у нас initial range 14,16. Пока его никто не менял в сторону повышения. Возможно, завтра ситуация как-то поменяется. Раньше формат вот этой таблицы был значительно лучше. А вот, если мы просто, например, нажмем на lookup, SEO trading call, strategies, breathing.com. Так, ничего другого, в принципе, нет. А вот у нас, значит, так, у нас была открыта компания DTT. Стоп, DTT это было 28. Так, это не то. Короче, вот эту компанию я рекомендую рассмотреть. Рекомендую ее рассмотреть завтра. Наверное, будут ее выходы. Соответственно, вот ON и M. Посмотрите, вот в этой компании может быть движение. Потому что, если мы с вами посмотрим на акции T-Doc, которая очень сильная и вчера практически закрылась на своем годовом максимуме. Это компания, которая вот действительно, ну, практически делает то же самое. И не знаю, то есть прибыльная или нет. T-Doc, конечно, не прибыльный еще. Но, тем не менее, его продажи растут очень и очень хорошо. Это на сегодня все. С вами был Саймон Брагинский. Всем хорошего дня, удачных сделок. До встречи завтра. До свидания.